Игонок чистоты и нечистоты. Чистая и нечистая определяются в трех областях. Это еда, святость крови и болезни. В целом законы о чистоте и нечистоте были связаны с возможностью участия в храмовом служении. То есть в обычной жизни человек мог быть церемониально нечистым, так как нельзя было в повседневной жизни избежать нечистоты. Еда, святость крови и болезни. Три области. Которые касались эти законы. Человек заботился сохранить себя от нечистоты, если была возможность избежать оскорбления. Но не надо было строить массу законов. В равеннистической границе слишком расширены законы о чистоте, так как практически невозможно их соблюдать. Вы просто попробуйте, например. Спорта ради, никому ничего не доказывая, один день пособлюдать эти законы. Вот вы пишите их так. В равеннистической попробуйте. С другой стороны, раввины мучат о том, что нельзя входить в это состояние сразу. Нужно постепенно, как бы духовно, расти. Да, привыкать. Общаясь с одним молодым человеком, в синагоге он говорит, мне раввин говорит, не начинай исполнять все сразу. Потому что ты начнешь лихо, так промотивируешь себя, через месяц тебя противит, и ты никогда больше не будешь даже пробовать. Начинай добавлять потихонечку в течение своей жизни какие-то вопросы. Например, для начала перестань гулять с еврейками, с девушками. Может, только с еврейкой. Уже хорошо. А потом уже пойдем дальше. Может быть. Ревит 11 глава. Вопросы кашлюда. Ревит хранится. Идет наставление избегать кушать нечистых животных. И список этих нечистых животных, собственно говоря, не объясняет, почему они нечистые. То есть, если у рыбы там нет чешуи, или, например, возьму грошек, она нечистая. Хотя очень милое создание. Как уж это нечистая. А я так любил пони. Сиренен. Что розовое, то сирененое. Мои дети, кто считает розового, я знаю. Розовый пустан. Мерседес. Это не милое. Это не распространяется на Мерседесе, поэтому... Можно даже... Если бы у меня кей добавили пони... Вот, можно... Мы же с ними делали. Это не уделяем. Итак. Многие животные из этого списка питаются падалью, хотя в коре это и не объясняется. Есть животные, которые питаются от розов. Например, это же раки. Креветки. Это, да, это считается лобстерами. Падальщики. Волки те же. Но, видимо, хотя мы... Есть причины, почему для поддержания здоровья надо избегать получения этих животных. Но главная идея в том, что Бог хочет отделить нас и сделать святым народом. То есть, есть... Можно сказать, например, послушайте, но вы подумайте сами. Это же с точки зрения нашей физиологии, да, бедно. Сало есть, например. Почему-то все прицепились к этой свинюшке бедной. Как будто одно основное зверье, которое нельзя есть. Здорово. Правда, как говорят. Но на самом деле есть множество других зверей. Немьеданных. Креветки королевские. А не королевские. Не королевские. Не буду ходить, то больше не ходить. Ты любишь так, чтобы ножом это породит. Харча. Харча. Да. Ну, я в юге не заняла, поела. Хорошо. Ну, в любом случае, то, что категорически запрещено, это употребляет кровь. И это очень важный запрет, поскольку его нарушение приравнивается к нарушению закона о колдовстве. левитов 19-26. Не ешьте с кровью, не вооружите и не гадайте. Вот так вот, да? Раз. Левитов 19-26. Не ешь. Не ешь. Да, что оно как-то так вот получается, что стоит в одном ряду. И я знаю, что я встречал разных христиан, которые говорят, все это отменено. Кровь есть можно. Кровь есть нельзя. Вы помните, что решили апостолы предложить язычникам в неянии в 15-й главе. Да? Удерживаться от удавленных, что там дальше? От блуда, не есть крови и не делать другим того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. А дальше они там добавили. Ну, в общем-то, закон во всем городах каждую субботу всегда вот читается, поэтому добро пожаловать на Богу, там и научитесь именно словами всем остальным вопросам. Итак, эта заповедь связана с особой святостью крови как человека, так и животного. И речь не идет о применении крови в медицинских целях, потому что, если я не ошибаюсь, свидетели крови, например, они категорически против переливания крови. И они рассказывают о каких-то подвигах. Умирать. Когда люди умирают, когда Бог там ходил на встречу, то есть просто надо умирают. Не трактуешь, что твоя душа человека умирают. Потому что душа человека умирают. И переселяют от тебя и бесы, и все, что хочешь, что ты крови. сейчас уже есть несколько свидетельников. На самом деле, я вам скажу так, что бесы, если ты у нас не можешь быть... И проклятие и все это светит. Это больно сама. Я не думаю, что бесы переселяются таким образом, но... Или что там, если тебе завид 25% еврейской крови, ты можешь получить вид на жительство в Израиле. Ну, по логике, как бы, да? Табло гусетится. Ты сразу помнеешь. Он в идеале. Да, перестанешь вывести ухудшение. Признаки мутации сразу начнется у тебя. Нет, но перед всем то, что написано конкретно, что душа человека находится в крови. Как личность, да. Да, вот личность. Ну, не совсем эмоционально. Бодельная тема. Жизнь, сама жизнь. Без кровей. Жизнь, да. Просто у нас же много ее, можно и поделиться с кем-то. В принципе. Я сначала попросили в спад. Я думаю, что пусть сердце присадили. Ну, да. А он был вообще военными такой вообще жесткий. Шариков звали. В семье, в семье. Нет. Ну, я не мидер слеза. А после этого в семье в семье вообще изменился. Он стал как бы вообще другим. Вообще характер. И когда он стоит отходил у него с кого-то, он говорит, что у него будет характер у этого. Он стал интеллигент, да. А мы в фильме стрелка пункта... А он был вручительный действительный личный. Да. А не в фильме Сирио стрелка пунктально вот про наших хирургов, что же будет, если кто-то он взял череса. А, ладно, ладно. Все, верю тебе, Саша. Верю, верю, верю. Все. Состоять кровь, Идем дальше. Сирио стрелка пунктально 12 глава 1-5 стих. 12 глава 1-5 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилу, если женщина зачнет и родит младенца мужского чьего, то она нечиста будет в семь дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. Восьмой же день обретится в его крайнем плоте, и в 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилюшим не должна приходить, пока не исполнится дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста две недели. И 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. Как вы думаете, мы можем принимать этот закон сейчас с точки зрения нового за это? Почему? Потому что ее еще сложнее было. Почему ее сложнее было? Чисто с точки зрения гигиены? Да, я не думаю. Может, микрофоны попроси создавать, пожалуйста? Да, микрофоны лучше. Вы имеете в виду, что 60 дней в жену не взят после этого? После того, да. После того, да. После дождя? Ей не захочется. Ну, это можно сказать, если раз. А не факт? Я хочу сказать, что женщина после родов очень слабая и ей действительно очень весит на восстановление. Естественно, это считается важностью. Вы знаете, в советское время на второй день она шла на смену на запутку. Помните этот знакомый нам всем с детства стиль? На большинке пшеницу жала, кто мылась, а не спочевает, пришла, сновой муж как бывала, Ивана сына гудовать. Да? Да. Давался день. Там еще и родила в поле. Звыла. Никаких прав. Чью сама родила. Сама родила. Я знаю, например, общины, которые... Да. 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 Ну, как это? Если есть заповедь, то у тебя, конечно, есть выбор, соблюдать или не соблюдать, но если Бог спрашивает, то лучше, как бы, так разумно сделать этот выбор правильный. Чтобы потом, как бы, не было учительной боль. Он же не разрешает, когда женщина очищается каждый месяц, не разрешает папки. Не разрешает, да? Не разрешает. Да, я вам больше скажу. Я знаю инзиатическую церковь, в которой, например, не разрешается принимать причастие, да, во время всей этой истории. Но не только этой, и другие. И я знаю одну женщину, ну, как бы, рассказывали мне они, ну, я знаю ее лично, о том, что вот так получалось, что причастие было, допустим, по первой неделе, там, допустим, раз в месяц, да, и у нее, как бы, вся эта история раз в месяц, по первой неделе, и она там 7 лет не принимала причастия. Жесть? Да что сделать? Ну, реально. Вот такое учение. Современное. То есть я знаю, я знаю эту цель. Нечестно. Нечестно? Ну, нечестно. Ну, нечестно. Ну, да. Не, нечестно. Да можно. Природа, как бы, так нечестно. Так что вы думаете? Да можно, я считаю. Саша считает, что можно. Все, можно. А в микрофон можно? Женись узнать. Ну, я тоже так считаю. Я ошибаюсь. Пожалуйста, говорите в микрофон как можно сам, если слышно. Ну, слышно. Пожалуйста. Можно. Следующий. Почему? 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 Я в шоке. Я сам. Я так считаю, что можно, потому что ну, раз ты считаешь, то есть слышно, что это время храма, женщине, когда у нее там мечта, нельзя было их ходить в храм. Да. Ну, такой же вопрос, может, женщине церкви, когда у нее, ну, на собрании. Ну, можно, потому что она уже как бы храм, и что, можно так сказать, что двухстое, я же не, на время, покидает, кстати, подсказать. Потому что после того, и покидает это место. Так что она представлена на английском языках. Надо запомнить, если что, это хороший аргумент. Послушайте. С учением тоже должно быть интересно, правда? не прикасаться к священному. К чему? Кто, кто знает про счеты священника? Священник. 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 Представляй, если ты мне это скажешь, я прикоснусь к тебе. Все. А теперь в угол. На кукурузу, на горох. На гречку. Я, конечно, у каждого свое... У каждого есть приметы, да? Да. То есть это относилось что-то, что это с крамой, да? Послушайте. Мы прочитали с вами закон о семейной чистоте. Да? Есть очень... Ну, как бы... Давайте будем научиться анализировать сами. Мы видим, что да, нечистота сохранялась после рождения девочки две недели плюс шестьдесят шесть дней. И, кстати, почему ты девушка больше при мальчиках? А мальчика одну неделю плюс тридцать три дня. Да. Мы шемеем. Что это может означать? Вот более уже вот... Что-то связано с евой. А ну, что с евой. А я не знаю. Не помнишь, да? Скажи. Что-то связано с первородным егоном. Мы знаем, да, что роды вызывают потерю крови. Естественно, да, выходит плацента, кровотечение некоторое время продолжается. И эти законы, фактически, они защищают здоровье женщины. Правильно? Да. Что бы мужчина дал ей восстановиться? Я бы не разговаривала. Ты правильно сказала. Молодец. Но почему шестьдесят шесть и тридцать три? Давай не будем. Пупс и пупс. Пупс и пупс. Серьезно. Как медсестра, они пупс и пупс. Наверное, для мальчика это надо было принести мальчика кровотрав на восьмой день. Я так думаю. А женщины правы? Ну, тридцать три недели. на правы еще не поделись. А может быть, это потому, что дом это тоже можно делать. Нельзя? Желание можно взять дом? Ну, давайте мы посмотрим таким образом. Смотрите, вы живете в конце географии, ваш храм находится, например, неизвестно где. Можно, вы смотрите, где-то что-то где-то. Ты пока дойдешь туда, и что, не обрезаться вообще? С первого дня можно начинать. Можно с первого дня беременности начинать. Да. Там, раз, девочки. что ли? Что же такое месяц 4-го? Пошли. Ну, минус 2-го месяца. Что им там? Так сложно было, что ли? Дела были какие-то. Да если ребенок каждый год рождается, так ты жену и не видишь. Я помню, списание там где-то, в деяниях, мечтания, еще там где-то. Микроскоп, Саша, пожалуйста. Ну, в деяниях там это место писания, еще там, где Павел, Петр, да? Кто писал деяния? Петр? Я речу. Нет, вообще нет. в деяниях там кто-то там написал. Не я, да я. Покоскоп на это в деяниях написал про священников, про храмовое служение. И он говорил, что вот это все как бы очищение, там вот это все, там священники, все, что относится к плате. И вот это может относиться к плате. Шикарно. Если бы ты еще нашел место, мы бы вообще отдыхали. Я, по-моему, найди. А, ну найди. А, ну найди. А, ну ага. Вы же можете вещество. Итак, давайте посмотрим ревит 12-6-8. 12-6-8. Да? Мы смотрели это. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего акца во всесожжение молодого голубя или горжицу в жертву за грех в ходу скинье собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее. И она будет чиста от течения к рейдям. Вот закон о родившей владенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести акц, то пусть возьмет двух горжиц или двух молодых голубей одного во всесожжения от другого врага за грех и очистит ее священник и она будет чиста. Мы видим, что за что-то должно было быть принесена жертва как бы за какой-то грех. Да? Но какой был ли какой-то грех? Интересно, да? что какая-то жертва она была принесена, но она ничего не сделала, она просто родила ребенка. Написано конкретно жертву за грех. Давайте подумаем. Давайте надумаем вместе. Мы помним, что Ева она согрешила первой и что грех передается из поколения в поколение. И что за этот грех должно было быть искупление. Мы пришли к такому моменту как первородный грех. Слышали такой момент? Да, да. Что вы думаете? нормально. У нас есть жертвы, значит без грех, без жертвы, И он передавался из поколения в поколение. Собереженый я написал «Так один человек, а грех ушел, нет?» Да, да, чтобы сипрофон. первородный это тот, который вошел, унаследовал человек от родителя, то есть от Евы. Так как первородный совершил, человек переселился от одного человека, от отца, от матери. Да, 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 да. В одном человеке решили все, да. То есть как от одного сам решили, то так в Христе все оплакывают. Нет, еще вариации на тему. И я знаю этот ответ. Я попытаюсь. И нужно быть снигерезом. Да, отмечающе. Я считаю, первородный грех это вообще духовная натура. Они могут быть. Бог творит людей идеально чистым. То есть когда ребенок охлаждается, он чист, и если он не отвечает права греха, то есть нет греха на нем. Но вот эта склонность к греху, вот это и есть первородный грех. А за что приносили жарко, но на какой грех приносила здесь жарко? Не знаю. Получается. Может быть. Выбудет. Я рада, что обещание, что будешь рождать муку, и напоминание вопроса, эти муки, накоронание о том, что я замешила. не было убийства, не было никакого венка в этом. Ну, то есть это естественный процесс, который был придуман Богом, правильно же? Не женщины придумали отражения. Валерий Иванович, говорили, что там не рех в оригинале, а повреждения перебородные. Да. Может быть, это связано с очищением последнего. просто как бы на то, как Лидия говорила. Не то, чтобы он вешеный рождается. Нет, ну, уже в нацеле. Ну, как бы, так, что это всегда даже было в ходе такого угримской церкви, как-то фатрическое, что если ребенок родился, он не покрыти, и он умер, то как бы, раз он не хрещен, значит, он пришел вак. То есть, это неправильно. Я не верю, это нам. Я верю, что вы и как-то и вы о том, что ребенок рождается чистым, но он по ходу жизни учается законам учится грехить. То есть, с осознанием закона приходит осознание греха. Нет закона практически нет греха. Понимаете, да, только закон совести. И я думаю, что, возможно, это постановление дается как жертва отдается за грех, как упоминание о том грехе, который свершил Адам с Явой. Так я по крайней мере думаю. Я готов рассмотреть ваше мнение, у меня нет конечного вывода. Не знаю. Вы считаете, что человек просто как-то воспитан, вот так он и растет в этом, да? Рано или поздно мы все согрешаем в первый раз. Но если родился ребенок, ему, допустим, месяц, он не в адеквате. Но характер уже есть. Есть склонность, которая разобьется в нем. Склонность к бунту. Но пока что? То есть, это такой хитрый момент, потому что есть учения, когда говорят о том, что действительно есть первородный грек. Все люди рождаются грешниками. Если есть такой ребенок, он идет в ад. Но я не могу это совместить с пониманием личности Бога как Бога справедливого и милостивого. Судящего по закону. Потому что по закону такого ребенка судить невозможно. Нет греха, нет прецедента. Он не в адеквате. То есть, равно требовать суда для умолешенного человека. Мы понимаем, что даже сейчас современные безбожные суды рассматривают такие дела. Они делают ему скидку и посылают его лечиться. Даже если он сделал страшные вещи, его признают невменяемым и лечат. Или закрывают до конца летний. скидки. Поэтому я думаю, что здесь идет речь о том, это леген. Хотя стоит просмотреть, как там написано в оригинале. У меня сейчас нет оригинала. Тем не менее, относительно мы говорим о чистоте. А почему не за мальчика? За девочкой. Я думаю, что за девочкой больше память о том, что от Евы пришла инициатива. Это тоже предположение. Сам по себе феминизм противоречит Божьему закону. Феминизм это вызов Богу. Просто знайте это для себя. потому что он нарушает Божий порядок установленный для людей. Он разрушает общество. Я хочу добавить почему девочка больше, мать больше. Потому что девочка будущая мать тоже подверженная нечистоте. Это мысль. на фоне всех остальных нами рассматриваем. В связи с будущим и по рождению. женщина, которая родила девочку в общей времени находится за я посмотрю в оригинале потом мы может быть с вами вернемся в этом стихе. Где ты что-то читаешь? Нет. Я думаю, что для нас эти вопросы они не 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 в любом случае мы не практикуем эти вещи. Я нашел там искописанцев. Да. Не я. Не я. Примерно грех девисянок? Нет. Геори. А. Я понимаю. Восьмой главе? Можно? Я не понял. Извините. Это получается за то, что девочка родила, она совершила грех? Вот этот вопрос я задал полчаса назад. Я понимаю, но мне уже не задал что уже такой вывод, что пока что мы не узнали точного ответа на этот вопрос, но мы по крайней мере предложили несколько вариаций. А может быть еще в каком случае это жертв дает за Богу за то, что Ева совершила первое грехнепослушание, то Бог по великой милости позволяет ей рождать больше может быть. Давайте мы не будем грешить, рождать не будем. Я все могу грешить. Наушни выходите. грехнепослушание. Почему вы посмущаетесь? Бог такую заповедь дает. Что нет? Все, все, все. Хорошо. Итак, левит 15 глава. Законы о чистоте тела. Что? Левит 15. Три признака нечистоты. Это нарывы. Инфекция на теле. Да. Левит 15. Обращаем сейчас. Три признака нечистоты. Это нарыв, инфекция на теле. Семя из печенья и выпадение волос. Вот так подбадение волос. Потому что человек 4. Ну мы объединяем нарывы и разные инфекции по росту разному. Мы видим, что некоторые типы нечистоты делают людей нечисто на 7 дней. Никто даже на сутки. Чем серьезнее уровня нечистоты не больше дней. С 1 стиха. И сказал Господь Моисей Иерон, говоря, объявитеся нам израильным и скажите, если у кого будет истечение истечения своего, то он нечист. И вот закон о нечистоте его, о истечении его. Когда течет истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Что значит задерживается? Не уходит. на рыбу. Да? Язвы какие-то или какой-то ужас какой-то. А, я все время думаю, что стечение это полюция. истечения? В том числе эволюция. Ну, я не знаю, что у нас вообще не тудировали. Всегда раз в второй год. А уже тут написано «семь истечения». Да, «семь истечения», в том числе эволюция. ничисты. ты познал когда? Когда нечистый прикасается к постели и предметам личного обихода, он делает их нечистыми. Всяка постель, на которой ляжет имейшие стечения нечиста за колесами чисто мы на же время как отвергнуть крушение есть не нечиста. Вторая, вторичная, вторая степень нечистоты делает тебя нечистым до вечера. С пятого секая. Кто прикоснется к постели, тот должен вымыть одежду свои и обыться водой и нечистить будет до вечера. Видите, да? Это профилактика. Абсолютная профилактика. Поэтому соблюдение вот этих простых правил соблюдения гигиены давало повод антисенитизму. Почему? Потому что, когда начиналась, например, чума, нужно что было у Кима фактически или без интерьера, например. Сейчас, я чему, у природы чумы неизвестно, да? Они переносят, но сама палочка какая-то, она непонятная. Это я что-то читал по ней. Но в любом случае достаточно было, в принципе, соблюдать простые правила гигиены. Просто помыться, просто женщины как минимум раз в месяц мыть. Раньше? Постоянно. Раньше. Вы знаете, да, что вырежешь такие, там, например, специальные ловушки для ушей, например? Где? На молодежной ловушке. Не верите? Просмотрите в интернете. Значит, выглядела как коробочка, которая цеплялась, например, подмышки, может еще где-то по одежде. И там, куда ложили в середину, там, например, капельки крови или там чего-то, чтобы на запах вот тебя вот это все. Причем это было принято у дворян и элиты. Вот, там, когда князь пишет там, допустим, там своей возлюбленной, там, буду тогда-то, там, типа, не мой голову. А там, приду через три месяца, голову не мой. Вот такие вариации на тему. То есть с гигиеной все было сложно. Проблема вода была? Не проблема вода. Проблема в том, что понимание. Понимание. Да, просто понимание. То есть, если мы представляем себе принцесс, который благоухает, а-ля Барби, знаете, а-ля наши вот эти все золушки, там, и так далее, то вы очень плотно заблуждаетесь. Такого не было. Вот, это, ну, как бы, европейское воспитание, к сожалению, то есть были случаи, когда, там, в этих прическах мыши, заботы, заводились. Почему был такими над кроватями боли? Чтобы клопы не падали. С потолка. Ну, серьезно, да, то есть, как бы, вопросы гигиены, там, допустим, короли, и не смущаясь, могли, там, сходить в туалет, он стоит, там, например, вся эта романда их подданных. У них даже какие-то легалы были. Были, да, специальные целые, то есть, там, никто не переживал, да, насчет этого. Поэтому на этом фоне евреи со своими законами, они выходили очень чисто. И знаете, как такие есть, там, ох, этот жид, там, такой, там, в архады, воняют, да. Я помню, как легалы. Когда крестоносцы пошли воевать крестовые походы, то у них, кроме запаха изо рта, ничего не было, в общем-то. Потому что те князья, с которыми они воевали, они разбирались в астрономии, для какого-то там гайского князя, что такое астрономия. Что-то там светится где-то наверху, да. Те разбирались в астрономии, те писали различные трактаты, были грамотные люди, знали на несколько языков, и так далее, и так далее. Те же турецкие бани, например, да. Еще совсем недавно в России народ творился в каких-то банях по-черному. Заходишь, и непонятно, ты же моешься, или что это такое, ты пачкаешься, да. Причем в общих. Причем в общих, да. И мы понимаем, что уровень развития Востока, он был достаточно высокий. И я думаю, что вот, в частности, вот эти законы, они тоже повлияли на общее состояние. В любом случае, когда при Дериплее вы понимали, что это человек, который ухаживает за собой, да, который не просто крестьянин, он смотрит за собой, он старается думать хотя бы об этом. Зачем каким-то варварам, викингам об этом думать? Они же викинги, они же муки. Поэтому обложение облом. Если вы мечтали жить в те времена, то я вам скажу, что это не надо. Ваш кафельный друг намного лучше, с которым вы встречаетесь по утрам, и не только, чем все те дырки ужасные, которые были в таких замках. Саша. Кстати, ну, к сведению, из 100 самых изобретений первое место занимает унитаз. Ну, потому что унитаз – это… Я был удивлен. У них есть такая реклама, да, что ваше утро начинается не с кофе. Да, да. Реклама с афетиками. Я считаю, что это правда. Я хочу сказать по статистике, люди больше умирали на Западе из-за несовременной чистки, а на Востоке более-более защищены при том, что на Востоке женщины практически не болеют, например, раком матки. Потому что мужчины обрезаны. Понимаете, да? Потому что все, как бы, в правильном уходе. Все девайсы, все устройства работают правильно. Аллилуйя! Видите, как Бог предусмотрел? Лопатка у каждого места с оружием была. А у кого такое было? Здесь было конкретное постановление. Законы чистоты. Смотрите, как интересно. Бог дает шаббат, уже отделяет. Бог дает праздник, уже отделяет. Законы чистоты. Колоссальная пропасть. Между сразу кучей людей. Другое дело, что они не могли оценить крутизну преимущества. Это все равно, что человек вырос в селе, и ему говорят, что если ты оденешь ботинки, то удобнее будет. И он надевает их. И помните, я одел, и им было неудобно, и ноги царапали, и я лучше разделся. Порай по иными пальцами пошел дальше по правилам. То есть, почему? Сразу так и не перестроишься. Это еще один из моментов, как тяжело было язычникам перестраиваться. Хотя мы понимаем, что римское и греческое общество, оно тоже было уже на тот момент достаточно высоким. Римские бани, сауны и культ тела, который был на тот момент. То есть, когда среднестатический спортсмен мог зарабатывать больше, чем сенатор, потому что он там на арене завоевывал. Все это также давало вариации на тему размышлять о том, кто же это будет Бог в Израиле. И продолжим мы с вами эту занадобную тему. Спасибо. Спасибо.